Всем привет! Меня зовут Миша, и мы проснулись около часа назад, чтобы специально для вас записать наконец-таки видео про переезд. Мы немного сонны, потому что мы проснулись раньше для того, чтобы не пропустить световой день. Как вы знаете, в Петербурге свет длится 3 часа буквально, и уже в 4 часа вечера уже темно, и да, сегодня наконец мы вам расскажем про то, как проходил наш переезд, и зачем мы вообще переехали. Думаю, стоит начать с причины переезда, мы об этом думали уже очень давно, и многие из вас не знали о том, что мы жили вместе все это время, но да, мы жили по отдельности, мы жили в общежитиях, это тоже малый известный факт среди вас. Все 4 года, которые я жил в Петербурге, я жил в общежитии, и Саша прожил, получается, сколько? 3 месяца. 3 месяца в общежитии от своего вуза, и потом случилось так, что сейчас мы здесь находимся вместе и живем вместе в своей комнатке на... Все на самом деле произошло очень быстро, очень спонтанно, мы сами не ожидали, что произойдет все так быстро. Да, мы думали о том, чтобы переехать в скором времени, в ближайшее время, но о том, что это произойдет так быстро, не знал никто. Мы пришли к своим подружкам, любимым Маша и Сеша, всем приветом, мы знаем, что вы смотрите наше видео. Мы лежали, и вдруг Сеша говорит, вот, вы же ищите комнату, квартиру, anyway. И она показывает историю подруге, что она снимает квартиру, ей нужны соседи. И вот так вот мы на следующий день приехали сюда, посмотрели квартиру, и нам очень понравилось, потому что здесь белые стены, здесь очень опрятная кухня, здесь два санузла, и так получается, что на нас выделен отдельный санузел, ну туалет, и это безумно удобно. Это огромный плюс этой квартиры. Наверное, пора начать вам показывать то, что вы сняли до этого момента, до этого дня, когда мы сегодня снимаем сегодня 7 декабря или 8? 8 декабря. В общем, 29 ноября начался часа наш переезд. В этот день мы поехали сюда первый раз и привезли первую часть вещей. Мы перевозили все на метро, это было ужасно, это было некомфортно, во-первых, а во-вторых, это было очень как-то сумбурно тоже, очень много вещей, очень много вещей, и все мое, к сожалению. И как-то так получилось, что было очень сложно, но мы справились. Повезли первую часть вещей, сейчас едем за матрасом. Ты бок снимаешь? Ну, это на будущее. А-а-а. В этот же день, после того, как мы привезли первую часть вещей, мы поехали за матрасом. Первое время мы решили спать и жить с надувным матрасом. Нам предстоит покупка дорогостоящая, потому что матрасы сейчас стоят недешево, для нашего бюджета это недешево, и мы поехали за матрасом. Ой, какая-то хуйня. А че? 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 Че это? Это огурчики. Мы забрали матрас, первое время будем спать надувном, потому что извите меня, матрас стоит 6 тысяч! Самый дешевый. У нас на карте 300 рублей. Вот. Вот видите? Такая эстетика. Все, едем обратно на квартиру. 30 ноября я переезжал вторым днем, то есть я переезжал уже один. Саша в этот день был в универе, поэтому мне пришлось возить все эти сумки одному в метро. Это было тоже как-то, знаете, у меня очень круто. Сами видите, почему. Господи, теперь я понимаю, почему переезжать так тяжело. Второй день. Боже, как же я устал. В общем, что же вам рассказать такого? Чего мы... В общем, сегодня второй день переезда. Мы перевозим вещи на метро. Я сегодня ездил один, потому что Саша в универе. И сейчас мне нужно разложить этот чемодан. Вы бы знали, какой он тяжелый. Вы бы... Все. У меня нет сил даже говорить. И сегодня вечером я думаю, что мы уже сюда переедем окончательно, потому что мне сегодня нужно забрать еще вещи. Я впервые в жизни пожалел о том, как много у меня вещей. Без шуток. И причем, они такие бесполезные. Типа, вещи, которые мне малы, но я их храню. Вещи, которые я не буду носить, но я их храню. Нас ждет большая распродажа на метро. Это сто процентов. Вопрос. Зачем мне это? Это набор посуды. Кружка. Салатник. Это, наверное, типа как для супа. Для супа. И просто тарелка. Да. Насколько все плохо. И тоже 30 ноября уже в 7 часов вечера мы приехали уже окончательно. Мы уже тогда перевезли все свои вещи. Саша мне помог после универа. И с 30 ноября по 1 декабря мы остались здесь первую ночь. Ну что? Внимание. Это... Я икаю. Одна третья часть. Всех вещей. Здесь на самом деле выглядит, что мало. Ой, да я икаю. Но здесь много. Внимание, упаковочная бумага даже есть на Новый год. А я думаю, зачем здесь? Я икаю. Настроение... Помидор. Ну, как бы... Из всего вот этого... Хлам, который мы привезли. Сашины вещи. Вот. Больше вещей. Ну, немножко многовато, конечно, одежды. 1 декабря утро я провел один. Потому что Саша опять же уехал в универ. И я, по сути, ничего такого не делал. Я отдыхал. Я вообще оставлял вещи. Что-то там... Смотрел покупки какие-то. Что нам нужно заказать для дома. И все в этом духе. Всем доброе утро. Сегодняшнее утро мы провели на надувном матрасе. На двух подушках. Которая... Одна из которых была сделана из кофт. Вчера мы все это убрали. Мы вчера постирали вещи. Смотрите, какая сушилка прикольная. Первый раз такое увидим. Вот вчера постирали вещи. Немножко здесь расставили. Но это на первое время. Вот. Саша сегодня ушел в универ. Я проснулся вот буквально, наверное, час назад. Уже позавтракал. Вообще не знаю, чем себя занять сегодня. Потому что надо бы съездить, наверное, в какой-нибудь магазин. И купить постельное белье. И что-то еще для дома. Какие-то коробки. Но я не хочу ехать туда один. Потому что, возможно, что я выберу. Сашу не понравится. Нам тут вообще-то вместе жить. В общем, наверное, скорее всего я буду ждать, когда будет Саша уже заканчивать универе. И уже потом поеду за ним. И мы поедем в какие-нибудь магазины. Я думаю, что мы поедем в Ашан. Потому что там очень много всего. И не так дорого. Поэтому вот так вот. И вчера мы сделали вот такую штуку. Здесь было написано happy fucking birthday. А сейчас просто day. Happy fucking day. И уже 8 часов вечера я сделал небольшое обновление нашей квартиры, нашей комнаты. Я повешал здесь шарик. Я повешал эту камеру. Я развесил все по вешалкам, все наши вещи. И более-менее стало похоже на то, где люди могут жить. Где люди могут просто оставаться на ночь. И будет им комфортно. Сегодня нам пришло вот такие вот вешалки. Они достаточно дешевые. Была вот такая сушилка. И я первое время сюда повешал. Но завтра или после завтра. Ну короче в ближайших числах к нам придет рейл. И мы все вещи перевесим туда. Потому что они здесь лежали все. Также мы заказали коробку. Коробки 4 штуки. И все эти вещи будут в коробках. Это тоже надо будет разобрать. И вот Саша сейчас идет кстати из универа домой. И я как-то не знаю. Захотелось мне немножко преобразить все что здесь находится. Я купил сегодня постельное белье. Простыню. Купил две наволочки. Купил Саше подушку. И на днях придет пододеяльник. Это просто пока что простое без пододеяльника одеяло. Шарик с дня рождения остался. И happy fucking day вы видели. Именно с 1 декабря наша жизнь здесь обрела какие-то новые краски. И тогда мы уже стали чувствовать здесь дом. Это действительно так. Нам много чего предстоит сделать здесь. Нам много нужно докупить. Чтобы нам было еще более комфортно здесь жить. Нам нужно купить обязательно жалюзи. Которых здесь нет. Здесь нет штор. И это большая проблема. Потому что до этого я не мог спать вообще с открытыми окнами. В плане со светом. И сейчас я уже привыкаю более-менее. Но все равно. Когда будет лето. Когда будут белые ночи. Это будет невозможно. Вот. Так что нам предстоит поменять матрас. Нам короче очень много всего нужно сделать. Но при этом мы не отчаиваемся. Мы все сделаем обязательно. И у нас все будет хорошо. Хорошо. В этот понедельник в 2 часа дня я собирал коробки. Которые нам пришли с Валберис. И кадры вы тоже можете увидеть. Всем доброе утро. Сзади грязная, точнее чистая, но не разобранная посуда. Сегодня второй день. Второе утро здесь. Я себе сделал завтрак. Он конечно такой себе. Но для того чтобы пойти сейчас в универ. Нормально. Я достал из куска хлеба мякиш. И туда налил яйцо. И посолил. Мне такой рецепт показала подружка. Но у нее получалось вкуснее. Ну выглядело получше короче. Саша уехал в универ в 10 утра. У меня в 13.30. И сегодня первый раз поеду в универ с этой квартиры. Так что вот. Не знаю зачем вам эта информация. Но решил поделиться своим завтракам в новой квартире. Завтрак крыш на самом деле. Вот лежу. И никуда не хочется. У меня сегодня такие важные пары. Поэтому придется идти. Там еще будет контрольная работа какая-то. Мммм. Кстати мы еще не спали. В новом постельном белье. На белом вот это вот. Достаточно удобно. Приятно. К телу. Кстати по факту. Это самое дешевое белье. Которое продается в Ашане. Там типа налочка стоит 150 рублей. Даже 130. И нормально. Да бедный и что. Пришел в универ. Маша принесла мне подарок на день рождения. Спустя 10 дней. Боже что упаковала. Я же тебе говорю 2 часа упаковывала. Я прошу обратить внимание на уровень того как я пыталась сделать красиво. Мишка зубами. Ага. Ты что прям можно разрывать? Ну да. Закрой глаза и разрывай. Прям рвать? Да. Как ты думаешь что это? Это мягкое. АСМР. Белье постельное? Простые. Ну нужно же. Я правда не знаю что по размеру. 160 на это есть. Это как матрас. Сейчас? Да. Она на резинке. Типа она не следит. Взрослые. Белая хлопковая. 100% хлопок. Взрослые. Трикотаж. Белый цвет. По моему идеально я считаю. Да. Спасибо. 22 года вот исполняется. Всем привет. Сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Я не знаю какое число. По моему пятое. По моему пятое. Да. Наверное пятое. Сегодня пришла долгожданная посылка. Я не знаю почему. Но это была самая долгая посылка. Свалберис. Которую мы заказывали вот за последнюю неделю. Пятое. Это в общем 4 белых коробки. Которые нам нужно смотреть очень много всего. У нас появился рейл. И мы уже наверное длиннее 5. Может быть вы где-то видели до этого. В кадрах. Но. Да. У нас есть рейл. Он двухъярусный. И достаточно удобный. Влезает 20 вешалок. Вот. Так что наша комната немного преображается. Становится более менее уютно как-то. Не знаю. Мне очень нравится. Сейчас. Единственный минус. Это как раз таки. Убрать все вещи. Которые просто лежат в углу. В эти коробки. И я думаю что основа. С чего нужно отталкиваться потом уже. Что нужно что-то докупить. Что-то сделать. Уже будет сделано. Так что. Я пошел собирать коробки. Так. Я собрал первую. Мне казалось что она будет больше. Не знаю. На камере она будет больше. Но. Не знаю. Здесь. Надо будет поставить. Ну да. Еще они собираются хуже чем в Океа. Такой же формат. Типа там все вставить нужно. И просто согнуть. Ничего не склеивая. Но. Они какие-то очень другие. Все. Я пошел собирать дальше. Ну вот. Такое получилось. Видео. Где вы посмотрели. Некоторые кадры. Того. Как мы приезжали. Как мы обустраивали. Наш новый дом. Всем спасибо за просмотр. А. В новом. Которое будет следующее видео. Мы обязательно вам покажем нашу комнату. Потому что она еще не до конца. Обустроена. И поэтому. Нам нужно время. Чтобы это сделать. В следующем видео мы обязательно вам покажем. Что здесь. В нашей комнате. Что где стоит. Что где находится. Возможно покажем кухню. И. Все остальные части дома. Спасибо еще раз за просмотр. Пишите в комментариях. Что возможно. У вас есть какая-то находка для комнаты. Может быть скиньте артикул. В интернет магазинах. Который нужно приобрести обязательно. Для нашей комнаты. Что нам. Возможно необходимо. Но мы об этом. Даже не подозреваем. А. И да. Всех очень сильно люблю. И всем. Пока. Пока. Такой-то у меня конечно разговорчик. Да ты что-то говорил. Я думал что. Оставлять что-то свое. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно.